Актеры старшего поколения Горнила войны, борясь за свою родину против фашизма Владимир Басов Летом 1941 года 18-летний Владимир Басов пришел во ВГИК, чтобы узнать, какие документы нужны для поступления и какие экзамены предстоит сдавать Но вместо экзаменов тем же летом он ушел на фронт Лейтенант интендантской службы сначала занимался организацией художественной самодеятельности А позже в звании старшего лейтенанта командовал батареей минометчиков Зимой 1945 года во главе штурмовой группы захватил опорный пункт немецкой обороны и был тяжело контужен в бою День Победы встретил в звании капитана и в должности помощника начальника оперативного отдела артиллерийской дивизии прорыва За военную доблесть был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, медалями за боевые заслуги и за победу над Германией Ему прочили прекрасную военную карьеру, но капитан Басов предпочел уволиться А в 1947 году поступил на режиссерский факультет в ГИКа Режиссер Басов стал еще и популярным актером, сыгравшим более 80 ролей в кино Алексей Смирнов До войны Алексей Смирнов успел окончить театральную студию при Ленинградском театре музыкомедии и даже сыграть одну роль в оперете В 1940 году его призвали в армию, а с началом Великой Отечественной войны отправили на фронт Смирнов был командиром огневого взвода в минометном полку Воевал на Западном, Брянском, Первом Украинском, Втором Белорусском фронтах В 1944 году вместе со своим взводом отбил деревни Анацковцы, Журавку и Пеляву, а также город Староконстантинов В одном из боев лично взял в плен семь фашистов За мужество, проявленное в этих сражениях, старший сержант Смирнов получил орден Красной Звезды Орден Славы Третьей Степени и медали за отвагу и за боевые заслуги В 1945 году, во время форсирования реки Одер, Смирнов с однополчанами на себе переправили миномет И уничтожили две пулеметные точки противника, расширив плацдарм для советских войск За этот подвиг он был награжден Орденом Славы Второй Степени До Берлина старшине Смирнову дойти не удалось Получил контузию и после госпиталя его комиссовали В 1946 году Алексей Смирнов вернулся на сцену родного театра мускомедии А вскоре перешел в Ленгосэстраду В конце 50-х начал сниматься в кино и вскоре стал одним из самых узнаваемых и любимых актеров второго плана Анатолий Попанов До войны актер самодеятельного театрального коллектива успел сняться в эпизодах шести фильмов В 1940 году его призвали в армию, а через год перебросили из Оренбурга под Харьков В первом же бою из 42 человек осталось в живых лишь 14 В звании старшего сержанта Анатолий Попанов командовал взводом зенитной артиллерии В 1942 году под Харьковом получил тяжелое ранение В блиндаж, куда они с однополчанами зашли погреться, попала бомба Живым откопали только Попанова Его контузило и взрывом оторвало два пальца на ноге В 21 год актер стал инвалидом третьей группы Был комиссован и несколько лет ходил с тростью Вернувшись в Москву, Анатолий Попанов поступил на актерский факультет ГИТИСа В институте сильно не хватало юношей, большинство было на фронте Поэтому на его хромоту и трость не обратили внимания В конце 40-х он уже был актером театра сатиры, а в 60-х известным киноактером Иннокентий Смоктуновский С началом Великой Отечественной войны отец Иннокентия Смоктуновского ушел на фронт Оставив 16-летнего сына за старшего В 1942 году он работал в госпитале, преразмещенной в Красноярске воинской части И одновременно был статистом в местном драматическом театре В начале 1943 года поступил в военное училище в Вачинске Но вскоре был пойман за собиранием картошки на общественном поле И отправлен рядовым на Курскую дугу Участвовал в освобождении Киева Под огнем форсировал Днепр с боевыми донесениями в штаб Во время одного из сражений под Житомиром попал в плен Но успел сбежать по дороге в германский лагерь Через заснеженный лес обессиленный Смоктуновский добрался до поселка Дмитровка Где его выходила семья местных жителей С которой потом он общался до конца жизни Окрепнув, Смоктуновский присоединился к партизанскому отряду А когда отряд объединился со стрелковым полком Стал командиром роты автоматчиков В звании гвардии младшего сержанта Участвовал в освобождении Варшавы Войну закончил в немецком Гревесмюлене За военные подвиги Смоктуновский получил две медали за отвагу Медаль за освобождение Варшавы И за победу над Германией Демобилизовавшись в 1945 году Иннокентий Смоктуновский вернулся в Красноярск И поступил в студию при драмтеатре Недолгое пребывание в плену Сделало Смоктуновского неблагонадежным Он получил запрет на проживание в 39 крупных городах Актер переехал в Норильск Потом работал в Махачкале Спустя 10 лет после войны он смог приехать в Москву И вскоре театры кино узнали выдающегося артиста Иннокентия Смоктуновского Михаил Пуговкин 22 июня 1941 года Молодой актер драматического театра Михаил Пуговкин Снимался в эпизоде фильма «Дело Артамоновых» Эпизодическая роль купца была для него дебютной А через два дня актер ушел на фронт добровольцем Служил разведчиком в стрелковом полку Прошел тяжелые бои под Смоленском без единой царапины Серьезное ранение Пуговкин получил в 1942 году под Ворошиловградом Его ранило в ногу Началась гангрена и встал вопрос об ампутации Ему удалось уговорить хирурга в полевого госпиталя попытаться спасти ногу «Я же артист, как же я работать буду?» Ампутации удалось избежать Но после госпиталя актер был комиссован За мужество в боях он получил орден Отечественной войны второй степени В 1943 году Михаил Пуговкин был принят в школу-студию при МХАТе Но из-за провала на экзаменах был временно отчислен и призван на службу во второе горьковское танковое училище Из-за ранения принимать участие в боях он не мог Поэтому стал ответственным за самодеятельность Во МХАТе это засчитали за экзамены И через год он продолжил обучение В кино Пуговкин снимался и во время войны Но известность пришла к нему уже в 50-х годах Юрий Никулин Сразу после окончания школы в 1939 году Юрия Никулина призвали в армию А через несколько дней началась Советско-финская война Никулин служил под Сестрорецком в зенитной бригаде, которая охраняла небо Ленинграда Там же будущего актера застала и Великая Отечественная война И уже в первые дни сражений батарея Никулина открыла огонь по фашистским самолетам Которые закидывали Финский залив глубинными минами После контузий был переведен в зенитный дивизион под Колпином А победу встретил в составе Курлянской группы войск За участие в боевых действиях Никулин был награжден тремя медалями За отвагу, за оборону Ленинграда и за победу над Германией В мае 1946 года был демобилизован в звании старшего сержанта После войны Юрий Никулин поехал поступать в московский ВГИК Но его не приняли Сочли, что он недостаточно киногеничен После ряда неудач в театральных вузах Никулин поступил в школу-студию Клоунаты Но кино его ждало И в 36 лет актер впервые появился на экранах в эпизоде фильма «Девушка с гитарой» С этого началась кинокарьера Юрия Никулина как разнопланового характерного актера Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово Владимир Этуш Актер рассказывал, что был свидетелем начала войны Только тогда он этого не понял В ночь с 21 на 22 июня он возвращался с вечеринки и увидел, как мимо него буквально пролетела машина немецкого посольства Потом он прочитал, что это была машина посла Германии, который вручил Молотову меморандум об объявлении войны Он был студентом Щукинского училища и мог воспользоваться бронью Но увидев, что на спектакле в зале сидят всего 13 человек, понял, что на фронте он сейчас нужнее На следующий день Этуш записался в добровольцы В школе он учил немецкий язык, поэтому его готовили в разведчики, но отправили в места сражений В составе стрелкового полка он воевал в Ингушетии, в горах Кабарды и Осетии Принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону В звании лейтенанта командовал полком в наступательных боях Организовывал эвакуацию раненых Доставлял подразделениям боеприпасы В 1943 году был ранен и позже комиссован со второй группой инвалидности За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками И проявленные при этом доблесть и мужество, актер получил орден Красной Звезды В 1944 году Владимир Этуш вернулся на четвертый курс Щукинского училища А через год стал актером театра имени Вахтангова В 50-х начал сниматься в кино и вскоре стал признанным мастером характерных и комедийных ролей Есть такая профессия, Иван, защищать свою родину